Музыка На фронт попал после окончания педагогического училища. Выпускной вечер был у нас с 21 на 22 июня 41 года. Ну а 22 июня 41 года, как вы знаете, началась Великая Отечественная Ина. И вот мы, отмечая последний день выпуска, узнали, что началась война. Были, город Сарапал такой есть, на реке Каме. На Каме гуляли, отмечали окончание училища. Когда шли домой, узнали, что война. И вот договорились в 10 часов встретиться в военкомате с парней. Кому было 18 лет, их оставили. А мне не было еще 18 лет. Меня направили учителем начальной школы в город Ежевск. Я там пробыл с августа месяц, с 15 августа, где-то по 15 октября. Ну, пришел в военкомат, расплакался. Говорю, мои товарищи уже где-то там учатся и воюют. А я вот сижу там с малолетками занимаюсь. Отправьте меня куда-нибудь. Мы меня направили в Гурецкое военно-пехотное училище. Вот мы поручились там 10 месяцев. Присвоили мне звание лейтенанта. Кубик еще. И потом посадили нас, все училище, 500 человек. Я был командиром отделения еще училища. И в Саратов. До Саратова доехали. И потом круто на юг. В Сталинград. Вот я участвовал в Сталинградской битве. Мне было 18 лет. Приехала под Сталинград, когда эшелон у нас молодых лейтенантов. Немцы, наверное, разведка работала неплохо. Узнали, как начали бомбить. А выпал снег. А нам дали теплые телогрейки черные. И ватные брюки черные. Снег. Мишень готовая. Много потеряли парней, молодых парней, которые не знали, что такое вина, не знали, что такое любовь, не знали, что это вообще такое. Ну, потом переправили через Волгу. Нам построили и сказали, по 20 человек на расстоянии 200-300 метров друг от друга. Идите к переправе. И вот самолеты летали над нами. Уже пончились патроны у них, и бомбы, и все такое прочее. На высоте 10-5 метров, знаете, на нервы действовали. Ну, вот переправились через Волгу. Там уже купцы, так называемые, направляли куда-то в часть. Вот я упал в 51-ю армию, 591-ю стрелковую дивизию, 503-й стрелковый полк, командиром взвода. Мне было 18 лет, когда я получил взвод, а там под 40 с лишним лет солдаты были. Вот сыгодились, собственно, меня. Вот один, пробыл я там, у меня 4, конечно, познакомился. Один портор подходит с Донбасса, шахтер, и говорит, товарищ лейтенант, ты молодой, неопытный, и в жизни неопытный, и на фронте неопытный. Слушай нас, стариков. Мы уже знаем, что такое вина, прошли. Путь не будешь слушать, сам себя погубишь и нас погубишь. Это я запомнил на всю оставшуюся жизнь. Ну, вот, встретим товарищем мы после Сталинградской битты, Ростов, Таганрог и Донбасс. Сейчас Луганск, тогда назывался Варшилоград. Вот под Варшилоград мы стояли в обороне, но потом наступали. Ну, ранее был несколько раз. Все, но остался живой. Войну закончил в Кенигсберге. Забрали Кенигсберг, вышли в Балтийскую морю, к Паланго, такой. Разделили немецкую группировку на две части. Основная часть, это за Кенигсберг, а мы вот Рига, там, Эстония, Курлянская группировка. Вот мы с ней воевали, немцы там уже сдавались пачками в плен, потому что почувствовали, что война капут, кончается. Ну, войну закончили под Паланго. И встретили окончательно. Были рады, довольны и все такое прочее. Мне был 21 год, я был уже начальником штаба батальона. В почти 500 человек. Сопляк. Ну, вот так.